всем добрый день с вами снова психолог коробкова наталья все мои контакты есть в описании под видео сегодня я хочу поговорить на и порассуждать на такую интересную тему которую знаете как называют высокие отношения в паре когда выглядит это все как какая-то роковая любовь судьбоносная и в то же время в этом браке в этих отношениях много странного то есть знаете такая роковая и в то же время странная любовь между людьми когда они безумно любят друг друга когда они не могут жить друг без друга когда она для него муза он для нее там ее бог не знаю ее ее все ее гений да и ближе и роднее ничего и никого нету и все сферы жизни у этих людей завязаны все там работа финансы любовь дружба в общем все 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 да у них вот очень очень слитно но при этом есть такая некая странность например как свободные свободные отношения сексуальной то есть он да и вот ну сейчас мы поговорим о сальвадор дали и гали такая же история была у лили брик с маяковским и точнее даже с ее мужем иосифом бриком до маяковский туда просто тоже оказался вовлечен о них у меня отдельное видео есть который называется лили брик роковая женщина а это видео будет больше вообще а вот а таких в кавычках высоких отношениях что же это такое на примере вот этой очень яркой да и известной пары потому что такие отношения встречаются иногда в обычной повседневной жизни имеется ввиду у неизвестных людей но просто про это почти никто не знает кроме узкого круга да а здесь вот так как всемирная слава все об этом знают и говорят смотрите что на самом деле в в этом случае происходит почему люди как будто бы изменяют друг другу и в но при этом не обижаются на это не ревнуют а продолжают очень сильно друг друга любить защищать отстаивать интересы друг друга то есть на душевном уровне и чисто физически вот имеется ввиду и в материальном плане и вот вообще вот по жизни и вообще друг друга не предают только в телесном плане идет такая свобода это отношение обычно в паре либо мама с сыночком до либо папа с дочкой реже потому что если мужчина играет роль папы а жена у него как дочка да такая женщина дочка там как правило измены не приветствуются это очень-очень редкий случай как правило это все-таки мама с сыночком данном случае далее выступал как сыночек мужчина сыночек она такая мама и в общем то и у них и отношения такие были она его изначально сказала ты мой малыш да ты в общем ты будешь моим ты вот рожден для того чтобы быть моим то есть она сразу почувствовала что с этим человек над этим человеком она имеет определенную власть что этот человек с которым которого она понимает которого она может контролировать в то же время его сподвигать на что-то и может быть для него авторитетом то есть она имеет какую-то власть над ним такую вот душевную обычно это ощущается всегда абсолютно каком-то невидимым телепатическом уровне и тот человеку тоже ощущает что все он во власти этой женщины до или во власти этого мужчины происходит такая очень сильная сцепка я думаю что у них было в начале и но я пишут об этом что так и было было значит сексуальная связь а потом просто связь стала свободная так как они оба были сильно такие эротизированные очень сексуально озабочены если так можно сказать гала там все время менял этих любовников молодых и да и вообще-то такая вот творческая среда это вообще свойственно творческой среде того времени особенно вот этот дух свободы там какие-то оргии может быть сексуальные смена партнеров еще что-то вот это вот все вошло в моду и в творческой среде было очень популярно вызывала наверное способствовал развитию каких творческих способностей я думаю что так они еще мыслили расширяла какие-то границы чтобы выйти за грани привычного дозволенного да и rush и расширить себя и вот как будто и гениальность какую-то свою потом жизни проявить через вот эту свободу не знаю как правок понимаете вы о чем я говорю но думаю что достаточно понятно изъясняюсь вот и вот это было свойственно им обоим они здесь совпали поэтому у них не было сильно именно сексуальной привязки друг на друга то есть она в начале конечно было но но на самом деле союз не на этом строится союз строится на общности интересов и на вот это вот тот случай когда если бы эти люди были по отдельности про них бы почти никто не знал да то есть там гала как-то прожила бы свою жизнь сальвадора дали прожил бы как свою жизнь он был бы известен своих узких кругах но не было такой масштабности это вот это вот сила вот этого союза гала всю жизнь она его с первых дней она воспевала его она его просто превозносила он как бы и так от рождения нарцисс это видно если посмотреть его фотографии детские и подростковые и когда он там уже взрослый стоит с мамой но этот типичный нарцисс такой причем это не просто нарцисс часть ним а он как раз стоит с нарциссическим расщеплением то есть он такой немножко ядовитый нарцисс потому что и и гала кстати такая же и гала нарциссиха ядовитая немножко психопатичная потому что вот ну много-много свидетельств есть тому что они могли очень грубо и остро шутить они могли язвить подкалывать гал так вообще просто себя не контролировала она была такой достаточно злобный по отношению к другим людям это она своего сальвадора дали превозносила это он у нее бог а остальные это все такие вот ничтожество она могла легко всех опустить сказать вы никто и звать вас никак если ее человек очень сильно раздражал говорят она даже плевала в лицо человеку вот и то есть позволяла себе совершенно практически все могла фыркнуть там стать выйти из-за стола могла вот что-то швырнуть человека то есть ее реально побаивались в этой вот среде и все кто заискивал до перед этой парой там из каких-то своих интересов всем приходилось вот терпеть ее выходки и каких-то сильных таких мощных людей она рядом с собой не выносила поэтому они два таких мощных нарцисса которые нашли друг друга и в данном случае это вот вместе два нарцисса это сил называется да да там есть другое выражение но вот в данном случае такое два нарцисса это сила то есть она его она ему говорит ты можешь все ты бог ты гений ты твори только твори в общем все заботы я беру на себя за подписание контрактов какие-то финансовые вопросы там покупка недвижимости в общем все решения вот мелких бытовых вопросов она взяла на себя он был абсолютно такой вот инфантильный ребенок весь творчески вот очень похожи это пара на пару до значит брик и маяковский то есть маяковский который творит который расшивыривается деньгами он не может их собирать он не может что-то то есть такой вот вечно голый называется и весь в этом творчестве все если любит то все туда отдаст а как бы лили брик наоборот такая меркантильная такая вот все 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 значит все в дом все в дом и здесь очень похожая ситуация то есть гала она все в дом все в дом она решала все вот эти вот вопросы а он вот только творит и и она вот научила его и сама вот продавал очень дорого его работы это это же надо умудриться так подать расхвалить такие вот примете под таким соусом это все подать что людям люди были уверены что они покупают шедевр да просто вот уверенно шедевр вот хотя на самом деле здесь очень много все равно да он гениален по-своему это даже вот бесспорно особенно то что он первый в этом сюрреализме потому что до него не было вот если бы он был уже второй третий как повторение не стоило бы это таких денег не сработал бы этот а он был первый такой вот безумец и кстати мне понравилось очень что как как он как сказать вот изучал тоже уголки своей психики и использовала своем творчестве он значит зажимал ключ тяжелый в руке перед сном и засыпал сидя за стулом и когда он засыпал ключ рука расслаблялась ключ падал он просыпался резко и в этот момент он ловил те сновидения которые первые к нему пришли образы которые первые пришли и тут же их как-то там зарисовывал или записывал чтобы вот потом выдать в виде произведений это это вот очень интересно а сны это вообще чистый сюрреализм понятно что за каждым сном там есть здравый смысл но то как сняться нам сны это реальный сюрреализм вот мне буквально недавно тут приснился сон значит что я со своей приятельницей такой хороший подружкой в общем мы с ней гуляем по улице но жить как интересно гуляем я еду на велосипеде это лето а она за мной на сноуборде по асфальту вот серьезно не не скейтборд сноуборд и во сне как нормально я еду на велосипеде впереди она за мной прямо на сноуборде вот так вот по асфальту и доска едет и так делают вот эти движения вот и так вот мы гуляем очень интересно значит потом тут же сон переключается и как будто бы мне снится что это торговый центр и в этом торговом центре у меня есть магазин с почему-то спортивной одеждой спорт инвентаря который очень прибыльный и этот и и торговый центр закрывается на ремонт и поэтому значит ну все магазины выезжают и я мужу говорю вот надо обязательно как только они отремонтируются мы тут же туда уж больно прибыльно вот потом тот же сон переключается и начинается уйдет я уже не помню еще какой-то сюр короче очередной вот и и и все это за одну ночь я понимаю и во сне все это кажется вот понимаете как будто так и есть вот это вот такая вот прямо ну реальность вот проживаешь все как как в реальности а я вспомнила и третья часть на было как будто бы я покупаю квартиру в новом жека но вот этот вот дом построен на развалинах как какого-то древнего дома с древними колоннами то есть эти древние колонны они оказываются внутри современного дома и там как-то вписаны эти квартиры вот одна из квартир то я себе купила и значит и там жду еще какие-то стены они не достроили вот но вот но от реальный сюрреализм то есть там во сне так все смешивается так все переворачивается какие-то люди персонажи ставятся на те места которые вообще не свойственны и вот в этом стиле творил до сальвадор дали ну вот видно то есть это вот мебель такая со стекающим значит видите ящичком кресла на живых ножках вот он сам дали значит тут какая-то вода кошки летят стул летит и и вот он такой вон внутри такой и был да вот они известные стекающие часы диван в виде губ женских в общем он внутри такой и был то есть он как ребенок шел за всеми образом за всеми картинками причем без наркотиков то есть люди раньше в его в его время вот я читала когда про него очень многие в творческой вот этой интеллигенции увлекались лсд и входили вот в эти состояния да всякие гульциногенные и вот там они ловили эти образы у него насколько известно он не употреблял наркотики вот и все это ловил вот наяву и и и воплощал потому что он именно вот такой ребенок то есть вот если если бы не было галлы то он бы просто не был так богат он был бы такой же творческий но он не был бы также богат и естественно он не был бы так продуктивен как с ней потому что когда вам постоянно поют дифирамбы когда вам все время говорят ты гений ты гений ты совершенства ты вот ты сейчас вот вот так сделаешь и вот прям вот из рукавов золото посыпется вот так вот сделаешь шедевр создать создашь и реально вот человек начинает настолько в себя верить он у него настолько отходят все страхи комплексы и все что только можно отваливается и человек начинает творить вот это и я по себе знаю то есть вот когда в меня верят меня поддерживают и прям за меня искренне болеют у меня прям все получается вот но возвращаемся до гага гали и сальвадора дали то есть это два нарцисса очень а творческих очень амбициозных и повторюсь гала это расчет значит дали это творчество и творчество талант какая-то определенная безумие гениальность вот и вот это вот сочетание они понимали что друг без друга это все это вот как пополам человека разрезать сразу все все делится пополам все успехи все доспехи все пополам и они понимали вот эту силу быть в паре он ее я уверена не ревновал физически вообще потому что вообще вот по путем источником до который я изучала о них мне создалось такое впечатление что дали все время говорил о сексе бесконечно говорил рисовал эпатировал вот этим значит сексом какими-то поступками с ним связано но он им мало занимался то есть у него зацикленность сексуальная она больше как на уровне разговоров и интереса а гала она просто это осуществляла в жизни она просто жила с одним любовью со вторым с третьим она так много об этом не говорила просто делала вот в этом была их разница и он ее я уверена воспринимал все-таки как женщину-маму а если это мама то маму не ревнует сексуально мама самое главное что ты для нее любимый самый самый любимый единственный ребенок все он знает что она ему предана он знает что только он для нее гениален причем она любила в его присутствии всех опускать остальных там художников не знаю там поэтов и еще каких творческих людей все это все обесценивать и только он он единственный неповторимый и он также делал есть не и естественно ему это грело душу да потому что он же еще нарцисс ему вот это вот поют поют и все и он он на этом просто взлетает и кстати вот интересный момент рассказывается про его детство что когда они играли с мальчишками футбол по моему и если его команда проигрывала то он вел себя не как проигравший а как выигравший чем вводил в полное заблуждение ребят то есть они считают что какой-то неадекватный то есть он уходил с поля с видом что он выиграл хотя их команда проиграла при пицце то есть насколько он в этой нарциссической части она его в общем защищала как бы от чего-то вот от плохого настроения он кстати поэтому все время был в хорошем настроении достаточно ресурсным таком и что мы даже не нужны были топпинги до чтобы догонять это состояние ему было хорошо ему вот этот допинг его это его нарциссическая часть вот что хорошего в нарциссической части это то что вот какие-то моменты на прям очень ресурс она очень клёвая очень позитивная и а так вот до до гала в детстве у него было очень много страхов на самом деле очень много фобий каких-то там тот он а и вообще вот она за рулем как всю жизнь машину водила она он вообще боялся он не водил машину потом повторюсь все бытовые вопросы житейские финансовые все решала она интересно еще был момент если они садились за общий стол сначала пробовала еду гала и только если она говорила что еда нормально ее начинал есть дали то есть вот такое где то есть он вот все равно больше в роли как бы женщина выступает а она в роли мужчины мужские функции берет все у него очень много всяких страхов фобий потом кстати когда она умерла он все он впал в депрессию он там чуть ли не жил за заказа закрытыми шторами в особняке и никуда практически не выезжал там иногда только принимал у себя и он и все меньше и меньше творил то есть у него уже от этого запала не было понятно что там и возраст уже все-таки они долго прожили но все равно вот именно резко по после галлы вот он год как сдулся то есть гала это тот воздух который накачивал этот вот его нарциссический шар вот это вот дует 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 и вот он на этом такой наполненный все она ушла и он да и он сдувается сразу как бы сталкиваясь со своими какими-то теневыми вещами потому что он тогда уже более ранимый он он уже слаб его могут обидеть может быть защитить себя так как его защищала гала такая немножко психопатичная да и резкая дерзкая нагло он не может он более уже ранимый какой-то сильный человек может его продавить вот а гала вела себя так что ее там фиг продавишь вот на чем держалась эта пара вот она в чем роковая любовь гала из тех женщин как или любри которая умеет найти талантливого мужчину воспеть его талант в сотни раз до сделать из него известного но и обладая вот этой вот расчетливый такой расчетливым складом ума мужским она это эта женщина делают так что финансы все в их руках вот не просто что мы его надули мужчину воспели и он побежал в общем все это отдавать другим женщинам да то есть как бы поднялся с одной женщины как у нас сейчас бывают такие истории как бы мужчина стал очень обеспеченным да и успешным как бы под влиянием любви преданности и восхищение его жены а потом он раз и влюбился в молодых туда ускакал еще пытается там сделать так чтобы же не ничего не досталось такие есть истории а здесь как бы хватки и женщины они тем и хороши что делают все так чтобы продолжать иметь власть над этим мужчиной всю жизнь да и гала естественно она тоже как и лилия брик является то что принято называть роковой женщиной почему потому что в ней сильная нарциссическая часть сильная сексуальная часть то есть она реально любит секс то а мужчины они упадки на секс это у них такая вот биология и к и она если она захочет соблазнить мужчину то она его окружает тоже отуманивает вот этой вот сексуальной энергией плюс она собой это восхищается на же нарцисс на собой восхищается она просто балдеет от себя тем самым она фонит мужчине и и мужчина прям считывает что от этой женщины я схожу с ума она меня дурманит опьяняет так далее да поэтому она могла позволить это молодых любовников уже в пожилом возрасте ну плюс там конечно играла роль ее статус и финансовое положение и все то есть не просто так там еще весь этот антураж вокруг нее тоже играл роль ну и вот это вот ее уверенность в том что она знает чего хочет что она может этого добиться она может это соблазнить она может это взять себе она когда была еще маленькая говорила что я хочу как бы я очень боюсь нищеты я хочу жить в богатстве в роскоши быть всегда с ухоженными руками там заниматься только собой своими волосами и значит быть такой королевой и в общем то вот она это я осуществила в жизнь вот это если кратко опять про то как это быть роковой женщиной получается любить себя надо любить и заниматься такой ну здоровый долей самолюбования тогда и другие будут любоваться вами да и если вы спросите а допустим вот девушка скажет а я вот не считаю себя красивым как же мне самолюбованием то заниматься а разве лили брик была красивая а разве гала была красивая это совершенно некрасивые невзрачные по большому счету женщины с маленькими глазками узко поставленными худенькие маленькие чах ленькие например гала у нее у нее все время был такой невротический кашель всю жизнь она кашляла вот как тик практически у нее был у лили брик дергались насколько я знаю я читала у нее дергались дергалась челюсть то есть тоже как тик был как вот так вот она делала зубами представляете себе и несмотря на это все равно они вот то есть я про что хочу сказать вы можете быть не мега красавицы да не эталоном вот той красоты который там допустим сейчас считается да не эталон той красоты который сейчас считается красотой это все сила внушения вот как знаете растет маленькая девочка она же не знает ребенок от вырос он не знает красиво на или нет только пришел в этот мир а ему родители говорят красавица наша красавица и она растет я прошу на красавица хотя она может по каким-то признакам на самом деле не быть красивой но она растет с этим убеждением если сильно захваливать то вот прям будет вот это вот нарциссическая часть расти если ее прям будут надувать воспевать вот вот отсюда берется уверенность да они от от реальной а бывает вот реально красивая женщина посмотришь она не чувствует себя красивой и она начинаете улучшать с помощью пластических операций еще что-то там вот просто потому что ей не внушили этого в детстве что с этим можно сделать во взрослом возрасте начать это внушать самим себе даже если вы в это не верите вот вы смотрите в зеркало не верите вспоминайте сразу ли любрика галуне тоже не были красив и внушаемся красавица ты моя красавица да какой у тебя носик да какие у тебя глазки да какая ты вся и вот это вот вот это все это какая сексуальная да какая эротична то есть прям вот понимаете начинаем ну как бы сначала то было будет выглядеть что вы себя обманываете ничего страшного сначала обманываете а потом сила внушения то она же работает как вот этим девочкам же кто-то же внушил что они красавицы так и если вы в нет никого кто вам будет это внушать начинаем сами хотя бы и посмотрим может быть и получится а